Всем привет! Вы ни за что не догадаетесь, где мы сейчас находимся. Моя супруга давно просила вывезти ее в Геленджик. Хочешь посмотреть на Геленджик? На, смотри! В общем, сейчас мы погуляем по парку, покажем вам шикарные виды на наш любимый город. Ну и покажем еще окрестности немножко. Устраивайтесь перед своими гаджетами поудобнее, заваривайте чайку, кофейку. И смотрите наш канал, подписывайтесь на наши социальные сети. А начинаем мы свой путь от стеллы город-курорт Геленджик. Основка здесь, Радужка, находится пятого автобуса. Мы доехали на маршрутку номер 22. За 35 рублей с человека. Да. Раньше на общественном транспорте была разница, платят что наличкой или картой. Так как мы все оплатили картой, там делали скидку в районе 5 или 6 рублей. Сейчас ценник одинаковый. Что вы оплачиваете 35 рублей картой, что оплачиваете наличкой. Не знаю, для чего вам эта информация, но просто пускай она будет у вас. Сейчас у нас красивейшая осень. Все вокруг такое прям осеннее, желто-красное, зеленоватая. Прям красота. Кстати, сегодня тепло, плюс 17 градусов. Да. Здесь находится Андреевский собор. Да, не знаю. Да, и получается, здесь еще есть вот этот парк Кубани, посвященный образованию краснодарского, ну именно казачества, кубанского казачества. Вот тут заключают вас казаки, хлебом, солью. Но мы двигаемся дальше. Мы очень любим это место. Здесь визитно можно сделать классные фотографии на фоне Маховского хребта, либо с видом на Геленджик. Можно отлично погулять. Все, кто живут в Микронисерном, очень любят Андреевский парк. Сюда приходят мамочки с детишками, здесь есть детские зоны. И так погулять с колясками, просто вот в таком, ну, в красивом месте, одно удовольствие, я считаю. Мы зайдем, да, на территорию, или здесь отсюда нельзя будет зайти? По-моему, по-моему, ну, не знаю, посмотрим. Покажем вам осмотровую площадку, вот такой вот красивый храм, собор. Вообще не мешало бы, конечно, подличке, как вообще кто-то может это заинтересуется. Подлички нету. Неизвестно, что за растения. Про растения-то, ну да. Отсюда, смотрите, виднеется море, вид на Геленджикскую бухту. На тонкий мыс. На тонкий мыс, на толстый. Ну, мы вообще просто решили сегодня прокатиться, как-то попутешествовать именно от микрорайона Северный. Почему-то решили для себя, что сегодня будем так гулять. Сидеть дома не хотелось, потому что погода действительно сейчас просто замечательная. Радует, что мало, нету ветра практически, нет дождя, солнышко. Ну и вообще красиво. Хорошо на улице. Самое то, чтобы прогуляться. По ощущениям, градусов 14 тепла. Да побольше. Побольше? Градусов 17-18, наверное, да. Ну, комфортная температура. То есть майка, легкая кофта, вообще отлично. Ну, да. Я люблю такую погоду, когда вот не надо там сильно одеваться. Я тоже люблю. Не лежатка, не холодно. Ну, лавочки, конечно, уже не мешало бы обновить, покрасить хотя бы. Я думаю, это перед началом, как раз, все равно начнется. Ну, возможно. Даже активность начинается всегда в мае месяце. Ну, апрель-май. Майские праздники, это прям вот пик. Движихи. Давно мы здесь не были. Особо не часто бываем вот в разных районах города. Обычно работаем заняты какими-то другими делами. И не всегда есть возможность куда-то вот так вот съездить, прогуляться. Чаще всего из-за работы в основном время проводим дома. Я предлагаю сначала прогуляться по парку, а потом подняться наверх. Какой красивый дуб. И вот уже виднеется надпись Андреевский парк. Здесь он начинается. Можно подняться на смотровую площадку наверх. Можно прогуляться по парку. Спаргалка есть. Да. Как Вика пыталась изъясниться, вот для чего этот сквер был создан. Восьмидесятилетие образования Краснодарского края. И начало освоения казаками кубанских земель. Я же сказала про кубанских казаков. Ну, ладно. Ну, три списка где поставлю. Ладно, зачатка получила. Спасибо. Человек пересох. Ну, это речка, Вася, была. Да, речечка маленькая. Она вот даже, да, написана, когда. Читай. Люк кто-то не увидит. Ну, я остановила. Увидят. Ну, а мы продолжаем нашу прогулочку. Да, так раньше можно было здесь походить. Сейчас тоже можно, но уже нету таблички, которая показывает, на какие точки влияют те или иные виды камешков воздействия. Вот такая тропа с дороги. Смотри, вроде как обновили. Обновилась, но этого не было раньше. Да, обновили детскую площадку. Классно. Посмотрите, тоже качелька новая. Да. А беседочку не обновили. Классно. Вадюха маленький был. Я всегда думала, блин, как бы здорово было бы, если бы в нашем детстве были бы такие горки. Вот бы я, наверное, не вылезала из таких красивых парков. Андреевский парк перед вашими глазами. Здесь очень красиво весной. Много зелени роз. Вот розочки отцветают уже, оставшиеся виднеются. А также есть скульптура. Сейчас мы ее обойдем, чтобы видно было. Андрея Первозванного. Да, Андрея Первозванного апостола. Вот видите, какая красивая. Я знаю, что гранитную вот эту вот плиту, на которой он стоит, привозили из Санкт-Петербурга, по-моему. Если я не ошибаюсь. Да. Хорошо. Сидим шикарно, отдыхаем. Фонтанчик. Он, кстати, не работал уже давно. Я вообще один раз, если я ошибаюсь, видел, когда он работал в самом начале. Потом как-то вот его не включают в чему-то. По растительности и кобырслазу видно, какие растения живые, какие уже нет. А вот по фонтану трудно определить. Жив он или нет, да? Да, очень трудно. Ну смотри, все вот эти вот туи, да, или как они называются, они все погибли. То есть у нас завезли жучка, который всю растительность эту пожрал. Хотя раньше они росли в Геленджике. Ну, мы сейчас прогуляемся до черепашек. Ну, по-хорошему, я так скажу, постоянно вот сейчас. Ну, нуждается он уже, да. Как бы здесь парк нуждается в обиходе, в каком-то таком нормальном. Завезли новые растения, чтобы какие-то вот... Что-то поменять, что-то обновить, что-то подкрасить. Как бы вот сейчас это прямо вот видно очень ярко. Замыть. 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 Имеется черепашка. Вон там сидит. Регина, забери вот эту банку там. Черт, черепашка, посмотрим сейчас. Черепашки не низят или не низят? Подожди, подожди. Мама, я черепашка. Попугай! Я думала, что она бежит. Она не имеет берега. Черепашки! Чего ты ее трогаешь за хвостик? Подвать. Она вообще большая. Большая черепашка. Отпусти, отпусти, отпусти. Отпусти ее. Где взял, там положил. Все, скажи, отстань от меня. Вот ты затискал. Вон там много-много черепашек. Они все там есть. Слушай, я думал, что они такие прям дикие. Ну, они не ручные, но все равно трогать, конечно, их не надо. Не, Влада, да, черепаха! Вы считали, мне бы, черепашку потратить. Да, вон там поверет под водой. Я в детстве мечтал, кстати, о этой красноухой черепахе. Мне не разрешали. Хорошо, потом бы она, наверное, с нами приехала в Геленджик. Красноуха, эта черепаха. Они живут по 50, по 60 лет. Да, и если их хорошо ухаживать, даже могут дольше прожить. Я на всякий случай скажу, что повторять, как я делал, не надо никому. Потому что не кусаются, если так. Ну, не кусаются вообще, да. И так в целом, ну, как-то неэтичный. Я это чисто... Захотелось, да? Такой человек просто неэтичный. Можете об этом написать в комментариях. Ну, черепашка, никаких неудобств, я думаю, не испытываю. Ну, там какая здоровенная черепаха сидит. Еще больше. Вон она, сейчас прикажу, положу. Прокажи. Красущая. Да, вон. Огромная. Ну, это как кажется. Она такая же по размеру. С волоком. Ну, по размеру, мне кажется, чуть побольше. Они даже не едят. Да, да, да. Кстати, большого количества мальков. Мальков много, да. Они еще с куфаком, в общем, будет много. Сейчас мы с вами пройдем здесь и поднимемся на смотровую площадку. Ну, а теперь нам осталось подняться на смотровую площадку. Ну, это мы вам показали бегло-скверик. Можно было еще прогуляться по нему. Но у нас есть еще и другие дела, поэтому так по-быстренькому прогулялись. Давайте поднимемся на смотровую площадку. Там есть на что посмотреть. Очень красивое место. И видно весь геленджик как на ладони. Бухту как на ладони. Все видно очень хорошо. Что, потерял меня? Потерял, говорю, меня? Как тебе? Ты меня тут такой пусты. Старико видно. Тебя черепаха никогда не кусала? Тебя выкусила? Нет. Нет, мне просто не было черепахи. Я не знаю, кусался нищего, нищего. Да. Ящерица кусала, но там у нее зубов не было. Она какая-то мне попалась беззубая, поэтому... Тип была запад, зуба не больно. У черепахи надо тоже зубов, я думаю. У черепахи есть зубы. Она же охотится, да. Она почти летает сюда. Можно было и здесь, но, возможно, удобнее было. Там я уже была возвращалась. Я хочу сказать, чтобы парк достаточно чистый, ухоженный. То есть даже вот... Мусора нет. Держать в порядке вот такую большую территорию, это как бы, ну, тоже не так просто, как кажется. Что, запыхался? Я? Нет, я спокойно. Я вообще дохожу. Изглевая? Да. Ну, мне кажется, да. Ну, и сейчас мы вам покажем, собственно, то, ради чего мы сюда приехали. Ради шикарного вида на геленджик. Подняться по лестнице немножко выше, и вы его сейчас увидите. Ну, это одна из самых красивых смотровых площадок в геленджике. Геленджик это на ладони. Геленджикская бухта в том числе. Геленджик. Красота. Отсюда отлично видно будет и аэропорт видно, и гольф-клуб, тонкий и толстый мыс, ну, в целом весь город. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Красивая территория... Церковная лавка и церковный буфет... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...